Степ Николай, я знаю, что вы у нас 80-летний танцор, гордость нашей страны, человек, который заставляет нас верить в то, что в принципе жизнь не заканчивается, даже если тебе далеко за 40-50 и так далее. Николай, расскажите, как давно вы танцуете и когда появилось увлечение именно степом? Танцую я совсем не очень так давно, по сравнению с моими коллегами, я начал учиться танцевать в 68 лет степом. До этого я работал в таких условиях, что думать о танцах, о степе просто было невозможно. Ну, конечно, очень тяжело начинать в 68 лет. Почему вы решили именно, вот до этого вы жили без танцев, а в 68 лет что случилось? Нет, я в детстве еще в школе учился, танцевал, только танцевал, народные танцы. И танцевал до той поры, пока не закончил институт и не уехал на работу, все. После того, как я уехал на работу, с танцами все было закончено. А чем вы занимались? Какая работа была? Я строитель, я строил на большой стойке. То есть совсем не танцевальная, не творческая профессия? Совершенно далеко. Вот, работал в основном, так мне пришлось, что я работал в пустыне. Вот последняя моя работа была в Казахстане, пустынской местности. Я руководил строительством большим комплексом газоперерабатывающим домом. То есть, ну, по сути, вы провели жизнь совершенно не связанную никаким образом с чем-то воздушным. Совершенно. А почему степ? Потому что до того, как я вот уехал на работу, я видел степ только в кино, в фильмах. И кто это был? Это были, о, известные два брата. Николас. В фильме «Сирена до солнечной долины». Американский, да? Вот. И с тех пор этот степ у меня засел. Это, кажется, еще 35-й год, по-моему, фильм. Ну, съемки – да. Да. Ну, хорошо. Это вы, как вы пришли вот именно к такому виду танца. А почему вы решили все-таки, проведя жизнь в стройке, по сути, почему вы решили прийти к танцам? Ну, потому что мне тогда еще хотелось вот научиться танцам. Понимаете, у многих есть, у многих есть вот мечта какая-то, но очень мало кто приходит к ней в итоге, возвращается. Тем более, если жизненный путь вообще отвел от мечты. Я за время работы, сколько я поработал, 45 лет, не забывал о том, что… и все время мечтал. Может быть, когда я уйду на пенсию, может, я что-то сделал. Вот так получилось. – Вы вышли на пенсию. Вы помните вот тот день, когда вы поняли, что вот пришло время идти и танцевать? – Совершенно верно. Ну, такой случай был. Я… моя теща так жила рядом с отворцом Леси Украинки, Ножиковского. Ну, мы часто туда ходили с женой, посещали ее. Я иду один раз, смотрю, сколько раз проходил, ничего не было, никаких объявлений. А то вот идем, смотрю, набор на степ. И вот эти вот люди выписали, афишно такое. Я говорю, Женя, ты иди домой к тещи, а я сюда. – Николая, вы вот помните первый день, первую репетенцию, когда вы вошли в зал, и ваши хореографы, ваши со-со-танцоры увидели, что вам далеко не 20 лет. – Так вот, я скажу, что я поднялся наверх, там, как в афише было указано, захожу в кабинет, сидят две женщины, ну, одна, там, видно, за столом руководителя, а другая женщина сидит на диване, помоложая такая. Я говорю, я пришел по объявлению, что я хочу заниматься Стефаном. Так на меня посмотрели. Конечно, особенно вот эта молодая женщина. Это оказалась моя первая учительница. Силя – это его супруга. – Скажите, а вы, наверное, были единственным человеком в таком возрастной категории, да? – Ну, конечно, да. У них до этого таких не было, как я. Ну, 68 лет. Ну, какой ненормальный человек пойдет. Ненормальный. – Алексей, расскажите, вот когда вы увидели такого ученика, первые мысли? – Ну, первым его увидела Сильвета, действительно. Вот мы вдвоем тогда начинали все это. А потом, когда я уже увидел, он уже что-то у меня занимался, Сильвета его, так скажем, раскачала, дала ему азы. Вот. И потом, как бы, я спокойно на это отреагировал, потому что, ну, в общем-то, возраст не имеет значения. Не имеет значения, я всегда говорю, это желание, хотение этим заниматься. Вот. Ну, и какая-то там минимальная возможность. У Николая всегда была крепкая, хорошая возможность, крепкий, хороший шаг и желание, действительно. Он все время, когда приходил на репетицию, не останавливаясь, работал, как и вот по сей день. – Я знаю, что вы 25 лет в хореографии, 15 из них вы преподаете. – Да, да, где-то в этих числах. – Вот скажите, по сравнению со всеми вашими учениками, чем Николай выделялся? – Ну, характерностью своей, своим собственным, как бы, ну, харизмой, своим тем, что он вот такой вот. Ну, понятно, есть молодежь, да, они русов всегда вперед, все. А вот его традициями, на которых вот построена сам он и его жизнь. Вот традиции те самые, джазовые, классические традиции жанра. Я тоже нахожусь в этих традициях. И это нас соединило и в наши дуэтные номера, и в сольные номера, которые я ему ставлю. То есть мы вот идем вот в этих вот традициях, и это очень важно. – А давайте немножко вот технически. Расскажите, для людей, которые слабо понимают, ну, все знают, что такое степ, это вроде как чучетка. А вот если говорить о степе как о танце, как о части искусства, представьте этот танец. – Ну, это, прежде всего, ритмика, ритмика сердца, души и вообще собственного человеческого состояния. Это, в общем-то, действительно, есть несколько разновидностей, да, можно выйти и исключительно как барабанщик, можно только барабанить. А можно выйти на сцену, как это делали в голливудских мюзиклах в свое время. Это действительно сделает большой, великий танец, хороший. И уже на основе танца вложить туда ритм. Как это сделали там ирландские танцоры. Ирландский степ построен на ирландском национальном танце джига. Вот. Одеваешь туфли, адаптируешь это в ритмику и получается джига вместе со степом. Так и вот степ – некое приложение к танцу. Вот, на самом деле. Как это делали мюзиклы. – А как у Курени прижился этот вид танца? – Ну, как прижился? Он развился. Просто были несколько человек в этой стране, которые начинали когда-то степ. Вот, когда он был, вот, Николай знает эту историю, он может рассказать, когда было запрещено это искусство, как джазовый, как бюргазный вид искусства. Вот. И там Эмиль Давидович Глест, который там вот начинал, когда танцевал у Утесова. Еще несколько человек. Владимир Жпудейко – мой коллега из Киева. Он там потихонечку начал развивать. Потом я появился. И мы вот так вот вдвоем параллельно в Украине, в общем-то, подняли степ до самых высочайших уровней сейчас, которые есть уже нашими учениками. – Николай, а вот эта история по поводу того, что в Советском Союзе был запрещен степ. Расскажите немножечко об этом. – Дело в том, что вот я когда танцевал во дворце «Железнодорожников», «Народные танцы», там руководитель был директор дворца, и жена его руководила танцевальным коллективом. Потом я узнал, что это люди, это артисты, и до войны у них был какой-то там ансамбль такой, и они, значит, давали гастроли. И нам приходил один человек, фотограф, и так я понял, что это знакомые, очень хорошие знакомые директора и нашего руководителя женщин. Оказывается, они вместе, вот троем были в этом коллективе. И потом уже сейчас, когда я начал заниматься степом, я узнал, что вот этот третий человек, он танцевал степ в этом ансамбле. Но он никому не говорил, потому что это было… – То есть это было запрещено, да? – Да. – А потом он говорит, а вот этот человек очень говорит, да я его знаю еще очень давно еще. – То есть это все было очень под конь. – Да. – Это был наш учитель, вот человек, который научил первый год еще, когда там Саша Астанин, наш вот успешный танцор. – А тот, который танцуют все, да? – Да, да, да. – Я его еще помню. – Чемпион мира, монстратные все. Вот мы начинали фактически у него все. Вот я в том числе и Георгий Делиев, и Александр Пасталенко, ну многие юристы искусства… – Если бы этот человек тогда раскрылся, может быть, я еще тогда начал танцевать, но он молчал. – Николай, скажите, я знаю, что вот у вас есть определенные даже победы, да? Расскажите о том, какое последнее ваше звание. – А, вот, кстати, это 25 августа Астанин организовал здесь фестиваль «Степа» в Одессе. приехали человек пять, человек с Америки, степисты, известные степисты, вот. Они давали мастер-классы и вот решили, что в составе вот этого фестиваля провести чемпионат Украины. – В рамках фестиваля? – Да, в рамках этого фестиваля провести чемпионат Украины. И вот я выступил. Он меня подготовил, так сказать. – Какой танец вы представили? Что это был за номер? – Ну, он без названия, просто танец и все. – А как готовились дел, как готовились? – Нам понадобилось чуть больше десяти репетиций на то, чтобы выйти на сцену и сделать это. – И я вижу, что это степ соло сеньора. Я так понимаю, что эта категория… – Сеньора – это самая высшая категория по возрасту. – Ага. И много было участников? – Трое. – Трое? – Харьков, Запорожье и Одесса. И вот наши… – Одесса победила. – Конечно. – Вы, по сути, привезли победу в наш город, правильно? – Нет. – Может быть, немножечко мы поговорим о состоянии, вообще о положении степа в нашей стране. Популярен ли этот танец сегодня среди молодежи? Вот как идут ребята учиться или нет? – Да, он набирает популярность. Наши вот с Сильветой когда-то ученики. Детки, вот они уже выросли давно. И они очень успешные танцоры и очень успешные педагоги. Это Саша Астанин, Сергей Астапенко. И у них сейчас большие студии и много детишек и огромное количество интересных номеров. – Более того, я сейчас занимаюсь у Астанина. И приходят туда родители и приводят маленьких детей. И потом я как-то смотрю, родители начинают уже ходить на репетиции. Создали там коллектив взрослых. – Сергей Астапенко сделал такой. – Бабушки. – Мы не додумали свое время. Он собрал родителей. – Я Астапенко тоже так пошел таким же путемцем. – И у него были номеры. Там у него стояло семь или восемь мамочек. И вот они танцевали. Совершенно удивительно и очень правильно. Вместо того, чтобы не сидеть и не ждать ребенка, там час-два пока он занимается, они в это же время одновременно занимаются и, в общем-то, овладевают таким искусством. Взрослые люди. А поскольку степь – это очень полезная штука, то, в общем-то, нам всем гарантировано жить долго и счастливо. – Я не сомневаюсь на примере Николая. – Алексей, а немножечко вот пару слов по поводу, я знаю, акция какая, в которой принимали участие степисты, благотворительная акция. – Да, мы делали вот 10 сентября в горсаду. У нас наша подруга и женщина Оксана Чернюк, она когда-то танцевала, она одна первая девушка, одевшая степовки и танцевавшая 30 с чем-то лет назад у нас в Одессе здесь. Она тоже занималась угледа в свое время. И вот она приехала сейчас из Соединенных Штатов, осталась здесь, не смогла улететь из-за того, что там был ураган, и придумала такую интересную акцию совместно в Хьюстон, Одесса с тобой. И мы одесситы, танцоры, артисты, фламенко, степ, все. И мы там собрались, просто вот собрались, и все. Не то, чтобы попить чаю, а собрались потанцевать. И мы собрали такую акцию большую, было очень много людей, и мы вот танцевали один за одним номером, сделали такую благотворительную акцию Одесса-Хьюстон с тобой в помощь, в поддержку и в сочувствие людям, пострадавшим от урагана Харба и в Хьюстоне. – Это очень правильное вещь, да. – Да, это было здорово. – То есть, видите, вот танец, по сути, он не только объединяет, он не только зажигает, но он еще и помогает, по сути. – Да, обязательно, конечно. – Николай, скажите, вот когда вы пришли к степу, что для вас этот танец, что он в себе несет, основной посыл? – Ну, во-первых, я увлекался музыкой, джазом, в основном. Джаз можно было слушать по радио, по приемнику ловить. Ну, а степ и джаз, они не отделимы друг от друга, поэтому они связаны, взаимосвязаны, поэтому так вот и получилось, что любовь к джазу, ну, естественно, к степу. – То есть, это нашло продолжение, правильно? – Да, да. – И даже сейчас, когда ни джаз, ни степ уже не запрещены, любовь к этому у вас остается, правильно? – Да. – Уже до конца дней просто. – А ваши внуки, ваши дети как-то принимают участие в этом? – Да, конечно. У меня мучка уже танцует, я ее провел сначала вот в этот коллектив, а сейчас она тоже у вас станет. – Сколько ей лет уже? – 16. – И сколько она танцует? – Ну, она начала где-то с 8 лет. – То есть, половину своей жизни она танцует? – Да, да, да. – Все замечательно. – Ну, она уже дважды ездила на чемпионат мира, правда, ничего там не заслужила, но все равно, да. – Ну, ее еще впереди. – Конечно, она же поехала. Ей было 14 лет, когда она поехала. – Я уверена, что у вашей внучки великое будущее танцевальное, потому что с таким дедушкой, с таким примером, это, ну, грех просто не заслужить, не выиграть чемпионат мира. – Перешагнуло меня уже все, я даже не могу рядом с ней страдать. – Ну, я уверена, что степ достаточно интересный танец, я думаю, что интерес к нему не будет угасать, особенно учитывая то, что у нас есть и танцевальные школы, которые вы представляете, и есть куда идти, вести своих детей, самим ходить. Так что, я думаю, одесситы с удовольствием присоединятся к такому виду танца, хореографии. А я напомню, что это была студия Репортер. Не переключайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова